В эфире момент истины политическая программа канала ТВ-центр канала Москвы в студии Андрей Караулов, добрый вечер. Русские ядерные ракеты, боевые ракеты, русские атомные бомбы. Что есть сегодня? Российский атомный проект. Что сделано правительством, лично премьер-министром страны после недавних выступлений момента истины на эти темы? На каких заводах побывал Фродков? Какие приняты решения в студии? Генеральный конструктор Юрий Соломонов, именно он отвечает в нашей стране за все боевые ракеты, за весь, по сути, за весь военный космос, новые проблемы российской оборонки. Так остро, как мы сегодня поставим, целый ряд вопросов сразу скажу. Мы не ставили их никогда. Во-первых, очень бурная реакция непосредственно после показа того или иного сюжета. А какая реакция была после последней программы? Я должен сказать, что была реакция со стороны очень высокого уровня управляющей иерархии нашего государства. Это касается исполнительной власти, где дело доходило до того, что люди просто не верили, что такое действительно может быть. Такое ощущение, что в государстве есть силы, очень влиятельные, для которых вопрос национальной безопасности государства, о состоянии оборонно-промышленного комплекса, это все те вопросы, которые связаны с разработками новейших вооружений. Да даже пояснять не надо. По-моему, это и пояснять не надо. И если этого не делается, значит, вот эти влиятельные силы имеют настолько сильное влияние, что они препятствуют рассмотрению важнейшего для государства вопроса. Прежде чем, Мартин Александрович, ведущий генеральный конструктор русского ядерного проекта продолжит свои рассказы, ты, как глава профильного комитета Думы, скажешь свое слово. Наш архив, чтобы было понятно, о чем речь, наш архив октябрь 2004 года, говорит Юрий Соломович. Несмотря на протекционистские, я бы сказал, действия со стороны президента, впервые за много времени появился все-таки документ, который рождался в муках, в виде перечня стратегических предприятий государства, которые не трогай. Не трогай, это значит не приватизируй, не акционируй. Не трогай с точки зрения программы приватизации. То есть самых нужных в стране заводов. Самых нужных в стране заводов, где более 500 предприятий отнесены к категории стратегических предприятий. Львиная доля – это предприятия оборонно-промышленного комплекса. Определен порядок, если у кого-то чешется, как уже было сказано в виде известного афоризма, не там, где надо, и появилось желание что-то приватизировать. И если это предприятие относится к перечню стратегических, выйдет к президенту, и если он сочтет возможным, он даст добро и исключит это предприятие из перечня стратегических. Господин Греф в том же августе месяце направляет председателю правительства очередную бумагу об исключении из состава стратегических предприятий огромного количества предприятий. Это вот из той бумаги, которую Путин подписал? – Из этого перечня предприятий исключить огромное количество предприятий, измеряемые не одной сотней… – Так, и их приватизировать? – И передать их в программу приватизации, то есть, грубо говоря, приватизировать. А я напомню, в числе этих предприятий завязаны в цепочке коопераций, участвующих в серийном изготовлении стратегических ядерных сил страны. – Это ракеты? – Это ракетные системы, прежде всего. – Это бомбы? – Это командные пункты управления. – Вот как можно, Мартон Александрович, приватизировать, пытаться, пытаться приватизировать командные пункты управления, систему вооружения, то есть, основу стратегических ядерных сил державы? – Ну, по поводу командных пунктов я ничего не могу прокомментировать. – Оборонные заводы, которые президент запретил трогать. – Запретить приватизировать эти предприятия, как бы этого мало. Потому что эти предприятия имеют долги. Для того, чтобы не допустить банкротства, мало одного указа, который запрещает их приватизацию, необходимы еще определенные действия по урегулированию их задолженности. Поэтому вопрос, который необходимо решать в нашем оборонном комплексе, это системность действий государства. – Вот ты можешь мне, на секунду я тебя прерву, объяснить глава комитета по промышленности, нашу промышленную политику российскую, при которой две ракеты, аналог. Вот сейчас мы, кстати сказать, впервые покажем, это открытые съемки, хотя делались не для России, а для Европы. Вот чем должна сегодня гордиться Россия? Старт «Булавы». Нашей новой ядерной ракеты морское базирование «Булава». 27 сентября 2005 года. Акватория Белого моря. 17 часов 20 минут. В России осуществлен запуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования «Булава». Стратегических ракетных комплексов с такими характеристиками, способных преодолевать любые системы противоракетной обороны, нет на сегодняшний день ни в одной армии мира. Теперь мой вопрос. Французская ракета М-51 стоит 100 миллионов евро, Соломонов не даст собрать. Российская «Булава» аналог один в один, наш даже чуть-чуть мощнее. 10 миллионов евро. Вот по информации, которая у меня в руках находится, ракета М-51 стоит 100 миллионов евро. Наша ракета «Булава», которая по эффективности выше, чем М-51, стоит почти в 10 раз дешевле. В структуре цены весомость заработной платы в разработках французской ракеты около 40-50 процентов. И нашей «Булавы» 10-12. Эта информация, как нельзя лучше, отображает, вообще говоря, ситуацию с политикой в области ценообразования, которая на сегодняшний день вообще не существует. И с теми подходами к самой цене продукции, которые должны быть предметом не поверхностного, как сейчас это делается высокими руководителями, а глубокого анализа с целью выработки соответствующих единых подходов к этой проблематике. Цену в первую очередь формирует предприятие. Именно предприятие. Ни одно предприятие, как правило, не работает. Но заработная плата в этой цене, она у нас копеечная. Она не работает себе в убыток. Но у нас копеечная заработная плата у конструкторов, у рабочих, которые на оборонке, копеечная. Кстати сказать, когда вот эти старики улются с заводов, с оборонных, то кто будет работать, кто будет все делать? Есть необходимость повышения. Никто с этим не спорит. Кстати, у нас есть другие аналоги. Было принято решение пойти по этому пути. Так или иначе, тот же господин Соломонов, уж он-то умеет лоббировать свои интересы, совершенно определенный. По поводу той же булавы, это не единственный проект. Ну правильно же сделали, что пошли по этому? Не уверен. Не уверен? Не уверен. У нас есть другие пути. Мартин, мы ракеты ведь строим не для войны, а для статуса. Когда у нас есть булава, топыли, пока есть сатана, старая ракета, мы великая держава, мы супердержава. Не будет этих ракет, чашечку кофе. Никто россиянину за границей не понадобится. А с этим никто не спорит. Я не пойму, в чем меня убеждаете. То, что за ракеты надо платить столько же, сколько во Франции, мы не можем. Во Франции бюджет больше. И ввиду того, что за дело-то в основном все от Советского Союза, то и цена меньше. Аркадий Борисович, рассудите, пожалуйста. Когда наш сегодняшний королев, академик Соломонов, говорит, что заработная плата у французов в цене их ракеты, в структуре цены, почти 50%. Те, кто делал булаву, их заработная плата в структуре, 10-12%. И по-другому, мол, как мы слышим, быть не может, потому что мы не Франция, у Франции бюджет больше. Нефть у нас, а у Француза бюджет больше. Но я утверждаю, что сейчас, когда оборонка стала подниматься, и пуск булавы всему миру показал, что мы реально сегодня опять умеем делать, нет такой ракеты по себе. И нету. Французская уступает на самом деле. Я утверждаю, что при такой разнице в зарплатах сегодня ученые и конструкторы побегут из страны. Не правда, потому что не побегут из страны, а побежали из страны. Бежали, первая волна была тогда, в начале. Ну, она волнообразная. Сейчас, когда снова поднимаемся, будет новая волна. Нет, сейчас уже идет новая волна. Идет год. Есть данные о 22 тысячах уехавших за 2005 год. Новых российских иммигрантов, ученых, конструкторов за 20 тысяч. Да, да, да. Но эффект этого движения виден у того же уважаемого мной до бесконечности Соломонова. Средний возраст работающих сегодня на лучших предприятиях оборонки приближается к 54 годам. Если говорить о научных деятелях, то он еще выше, до 58. Это самое опасное, что можно сказать. То есть не будем платить еще? Поэтому да, да. Но сегодня от 3 до 5 тысяч заработок у молодых ребят, конечно, они разбегаются. Они уходят в обычное машиностроение, где 8 тысяч. В оборонке происходит нечто несуразное. У нас сегодня 1700 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Но на них работает 2 миллиона человек. Но это в 2 раза меньше на этих предприятиях, чем было. Загрузка предприятий оборонного комплекса, тех, о которых я сказал, загрузка их сегодня 30%. А в этих 30% оборонный заказ составляет 25%. Вот вдумайтесь в эти цифры. Мы сегодня ниже выпускаем продукции машиностроительной и оборонной, чем в 91-м году. Скажите, пожалуйста, сколько оборонных заводов мы потеряли, включая ту самую оборонку, которую американцы уничтожали сознательно у нас? Вот сколько мы потеряли? И какие оборонные производства уже не вернуть? Ни один человек на это не ответит. Ни один. Много? Очень много? Много. Много. Не катастроф, но много. Я вам пример могу привести интересный. В Санкт-Петербурге есть, был завод прецизионных станков. Совершенно уникальный. Он производил, в мире нет такого опыта, 3-миллиметровые подшипники. Вот вдумайтесь, пожалуйста, сколько там в этом 3-миллиметровом подшипнике величина шарика, скажем. А это основная деталь той же булавы и так далее. Уникальная штука. Гироскопы на них стояли. Я уж извиняюсь, если я оговорился, меня простят спецслужбы. Но уникальнейшая штука в мире. Одна у американцев лаборатория только такого рода подшипники. Какова судьба завода? Ну, во-первых, его ванкротили раз. Во-вторых, уволили всех работников два. В-третьих, его купили, чтобы построить там казино и так далее, и так далее. В-четвертых, он трижды переходил из рук в руки. Сознательно все это делалось? Преступление? Вот первый раз сознательно убежден я. Кто-то хочет строить сейчас на этом месте жилье, кто-то что-то. Я, ну, вынужден был подписать письмо правительству, что, братцы, оставьте хотя бы сто метров кусочек и шесть станков, которые это делают под лупой. Эти механизмы для ракет. Для булавых в том числе. Вот я приготовил структуру предприятий, участников важнейшей для государства программы разработки и создания стратегических ядерных вооружений, программы ТОПОЛЬ-М. И вот последние два кружочка, оранжевый и красный, это те предприятия, которые, входя в эту огромную кооперацию насчитывающую, более 500 предприятий, в самом низу располагаясь. Это предприятия химии, спецхимии, электронной промышленности, это лаки, краски и так далее, и так далее. То, без чего верхние этажи, это сборочные машиностроительные предприятия, просто существовать не могут. Так вот здесь ситуация настолько тяжелейшая, утрачено уже такое огромное количество предприятий, что в ряде случаев мы вынуждены использовать уже материалы зарубежного производства. Для того, чтобы сделать вот это вот наше ядерное... Для того, чтобы сделать готовые изделия, относящиеся к категории стратегических ядерных сил страны. Материалы зарубежного производства, это значит, что европейцы, прекрасно зная на самом деле, что вот эти лаки, краски, микроскопические подшипники... Николай Паничев, бывший директор питерского завода и бывший министр сегодня, гость нашей программы, он тоже скажет свое слово через несколько минут. Вот когда иностранцы понимают, на что, на какие ракеты идут эти лаки, краски или подшипники, то они, скорее всего, и правильно сделают, да, что нам эти детальки, без которых булава не может быть булавой, просто не продадут. То есть, получается, что статус великой супердержавы, да, Россия, мы великой державой или нет, решают сегодня европейские поставщики? Сегодня, все-таки, мы еще пока являемся великой державой по ракетной технике. Вот есть она, да. Потому что есть, вот недавно президент сказал, что запасов у нас хватит, но техника не стоит на месте, ее надо всем создавать. Это запасы старых, Сатана еще имеется в виду, старые ракеты. Булава – это новая техника, серьезные, широкие, в это конкретное изделие входит от двух с половиной тысяч различных комплектующих, которые делают, ну, какие-то заводы, которые, вроде, к этому отношения никого не имеют. Ну, есть завод лаков, да. Вот он делает лак. Но это, так как заводы сегодня приватизированы, ему невыгодно делать лак. А почему невыгодно? Потому что у нас, если завод получил госзаказ, ну, смерть ему, он за госзаказ никогда деньги не выплатит. Поэтому под разными путями, хотя есть резервы, не должны были бы ликвидировать это производство, они ликвидируются. А потом нужен лак, а его нет. И все изделие стоит. Все изделие? Все изделие стоит по неволе, понимаете? Вот как проблема, допустим, с булавой, с другой, там, с нашими подводными лодками, же обрезинивать надо. Резину делал красный треугольник. Это в Питере. В Питере. Вот, который, галоши делал. Вот этот завод знаменитый. Вроде никакого отношения к оборонке-то не имеют, но галоши делал. А сейчас делает бутылки шампанского, выпускает шампанское. А резина? Резину уже не делает. А лодки подводные? А лодки подводные, надо где-то искать резину. Начали искать в Швеции, да, шведы поняли, к чему это идет резина, моментально закрыли эти поставки. В Россию? Тогда вот ищем в Китае, а в Китае на более низкого ссорта. Есть проблемы. Из-за этой резины, не дай бог, конечно, у лодки, у подводной могут быть, скажем так, мягкие проблемы. Ну ладно, найдем резину в Китае, допустим, найдем где-то, но это же потеря времени, потеря сроков. Вот есть в Ульяновске патронный завод. Буквально пять минут оставалось, чтобы этого завода не стало. Вот уже сейчас? Да, ну хорошо, вмешался Костин Андрей Леонидович в Нешторгбанк, да, дал кредит ему, и завод не помер. То есть Нешторгбанк спасает оборонное предприятие? Спасает оборонное предприятие. Ну ладно, есть автомат, а нет патронов. Зачем вам автомат-то? Он не заработает, Костин, на этом патронном заводе. А патронный завод под Комсомольском, понимаете, название есть, а завода-то уже нет. А потом, когда схватимся, говорят, да, у нас на складах много лежат патронов, но любой патрон, который лежит на складе, он должен лежать определенное время, а после этого он будет давать осечку. Вы представляете, берете автомат-калашников, стреляете, ап, осечка. Затвор пока передернут, у вас уже нет. Передернули затвор, плохой порох, не успели, нет человека. Порох, да, но есть еще и другие вопросы, связанные с обороной нашей страны, которые наряду с этим же порохом. Ну как вот ваш завод погубили? Вы можете эти подшипнички показать? Я вот должен сказать, что мне даже неудивительно в отношении порохового завода, поскольку целенаправленно уничтожается наша промышленность, и нашей независимости это все делается целенаправленно. Я думаю, что если бы президент узнал об этом, или хотя бы председатель правительства узнал об этом, у него бы волосы стали дыбом, что сегодня делается? Ну вот у меня тут три подшипника. Ну так не увидишь, надо крупно снять. Три подшипника. Это сколько, три миллиметра действительно? Вот, подшипник вот этот, я хотел бы его со спичкой показать, подшипник с посадочным отверстием один миллиметр. Он для чего? Вся авиация, весь флот, в том числе подводные лодки. Вот все гироскопы, все подшипники. В том числе системы слежения и наведения, все работает на гироскопах. Такие заводы, как ваш в Питере, в мире есть еще? Есть только одна фирма, Брайант, у Соединенных Штатов. У американцев? Больше нету, ни в одной стране больше такого оборудования для обработки миниатюрных подшипников никто не делает. Но американцы уничтожили? Ваш анализ. Я думаю, что не сами американцы, но пособники их, это точно. Ну что, министр, бывший министр, легендарный человек Николай Александрович Панич, вы ничего не могли сделать? Ничего. Да ладно? Да ничего, ничего. Все распродали оборудование. А как же авиацию делать, а как подводные лодки? Вот это уже вопрос другой. То есть все покупать надо за валюту? И только у Америки, у одной фирмы. Пришел я к Гайдару с предложениями, как нам, значит, вот спасти техническую... Гайдар был его премьер-министром. Я ему говорю, у меня есть предложение, вот как нам сохранить фонд образующую отрасль. Он посмотрел на меня, это какую? Я говорю, станки. Он говорит, дерьмо вы делаете, а не станки. И вообще говорит, значит, мы что надо, мы купим за границей. А мы, это, не конкурентоспособная оборудование... А Гайдар что-нибудь знал о вашем заводе, об этих подсоединениях? Ничего он не знал. Он вообще ничего не знал. Он сейчас не знает. То есть он дерьмой все? Это ему не... Он и сейчас ничего не знает. Но команда это институтом, который вот определяет перспективы развития нашей экономики. Ну подождите, вот не будем торопиться. Ваш завод в Питере действительно был уникален. И это, слава Богу, понимали не только вы, но и тысячи других человек, ученых, оборонщиков. Павел Грачев, каким бы он ни был министром, все-таки там были и другие генералы. А как же так не отстоять? Не так давно Полторанин рассказывал на глазах у всех. Вот тут ведь американская рука, тут уж, наверное, и двух мнений быть не может. Тут, под Москвой, недалеко, погубили один из самых интересных, самых секретных институтов, который тоже разрабатывал оружие. Был под РУЗой большой институт. И в этом институте готовилось биологическое оружие. Каждая нация имеет дозу излучения. Русские столько-то мегагерц выдерживают. Нет, это вот, это действительно, это не расовая теория, а это у них они изучили, вот я с ученым тогда разговаривал. Допустим, у армян, у грузин, вот у южных жителей, у них излучение больше. Что такое излучение? Организма. Каждый из нас излучает энергию какую-то. И вот русский, скажем, излучает определенную долю энергии, отличную от француза. Они изучали, и готовилось биологическое оружие, скажем, запускается платформа в космос, и оттуда идет излучение. Это нужно, чтобы угробить, к примеру, какую-то народность? И это могли. К этому и шли. Идет излучение. Спутник в космос, а оттуда пошли лучи. С платформы, с платформы. Вот, идет излучение, и оно встречается с моим излучением, вот допустим, русских надо было уничтожить. И пробивает его. Они не только пробиваются, создается реакция. Неужели это, правда, поверить в это не возможно? И это рассыпается, система вся нервная погибает. Это могли советские ученые, воронщики. Да, это я своими глазами видел, и это было в первую очередь разрушено. Вот этот институт. Это, правда, было при Горбачеве сделано. И это все, Николай Александрович, мой вопрос к вам. Ваш завод, этот институт. Происходило только отдельные примеры, их много, на глазах у всех. Но как же не объединиться было, что один Гайдар был сильнее вас всех, вас целой отрасли, которую вы как министр возглавляли. Видите ли, Андрей. Я не понимаю, почему один человек сильнее всех оказался. Я не понимаю этого. Или кишка тонкая была у оборонщиков, у генералов, у бывших министров. Давайте вот откровенно говорить. Мы, значит, изначально... А аудиенцию Гайдар шла минуту, не больше? Да, примерно. Так как это может быть, когда вас много, вас было много, тех, кто все это понимает, в отличие от него молодого человека, хоть и премьер? Как? Вот так. Вот так это и было. Потому что были уже к этому времени ликвидированы все министерства. Министры были лишены, позорно лишены своих, так сказать, должностей. Я обращался к Ельцину, его есть поручение, и ничего. Все на верхнем уровне прошло правильное поручение, а эффект нулевой. Поэтому и до сегодняшнего дня, до сегодняшнего дня, сегодня 2006 год, не принят закон о вот этих саморегулируемых организациях. А почему? Что ваши станки оказались вдруг никому не нужны, собственные российские станки? На самом деле вопрос даже не к вам, конечно, Александр Александрович, а к Мартину Шакуму. Он ведет промышленную политику в Думе. Почему на самом деле, Мартин Александрович, почему у нас нет, до сих пор нет единого, одного органа, который отвечал бы за политику в оборонке? Нет у нас единого органа, и в этом вся проблема. Почему? Вот заказывающий орган есть, сегодня только рассматривается возможность создания военно-промышленной комиссии, которая решала бы все эти вопросы. Да почему? Оборонка есть, заводы есть, булава есть, конструкторы есть, все есть. Нет только человека в стране, который бы за все это отвечал. Ну не человека, скажем так, а все-таки органа. Да, но вопрос-то не ко мне, вопрос к председателю правительства. Почему Думы не ставят в ваш комитет все эти вопросы? В марте этого года состоялось совещание. В марте прошлого года, ты оговорился по правилу, год прошел, ничего не сделано. Да, в рамках, значит, в прошлом году был поставлен вопрос на совещание у председателя Государственной Думы. Результат? Сегодня рассматривается вопрос о наделении этим полномочиями военно-промышленной комиссии. Ну пока в правительстве решается вопрос, я согласен, что решается он недопустимо медленно. Теперь комментарии, если позволите, бывшего министра. А вот как такое может быть? Сколько внимания Путину для этого действительно на словах, на учения есть? А вот по факту выясняется, комиссия нет. При Горбашеве это еще все шло, как было в Советском Союзе когда-то. Там была Леонидович Бакланов, Советский Союз. Да, конечно. Реформаторы сегодня уже реформировали отраслевую науку. Это что означает? Это значит, ликвидировали ее. Это реформировали? Да, это все, они уже это сделали. Реформировали, то есть ликвидировали? Да, то есть ликвидировали, да. Отраслевую науку это что входит? Это институты и конструкторские организации. Которые работали на машиностроение? Да. Легкое, среднее, тяжелое? Их сегодня практически нет. Остались... То есть как вообще все под корень? Конечно. Конечно. Как все? Так, вот Московский институт, в ней измерение. Единственный институт был в нашем государстве, который разрабатывал измерительную технику. Этот институт был выкуплен некой структурой Иркут. Эта структура сказала работникам института, что это здание нужно отремонтировать. Здание в Москве. В центре города? Да, в центре города. Земля дорогая? Да. А вы, пожалуйста, переедьте в другое помещение, пока мы отремонтируем. Они переехали. И больше не вернулись. И больше не вернулись. В родные стены. Больше не вернулись. Более того... То есть здание ушло? Иркут сделал ремонт. И приобретя это здание за 5 миллионов долларов, продал уже за 20 миллионов долларов. А люди, еще раз скажем, не вернулись ученые. А куда они делись ученые? А новым собственником оказался РАУ ЕС России. Понятно. Значит, который сказал, я знать ничего не знаю, что такое тут было, все это мое здание, что хочу, то и делись. А институт, скажем, еще раз служил? Всему машиностроению и разрабатывал образцы измерительной техники. И куда же ученые доктора? Все микрометры, микрокаторы, все пассаметры. Все, значит, это осталось выброшенным. Куда ученые делись? А ученые сегодня ходят ко мне, я ищу, где их пристроить. И вот хотел создать вот этот центр и подобрать осколки. Скажите, а вот интеллектуальная, это называется интеллектуальная собственность. Вот такие мозги в Америке в той же, такой институт, такие разработки. Сколько бы они стояли? О, это сложно сказать. И вряд ли это можно оценить. Это вообще бесценно. Сотни тысяч специалистов, в том числе из наших институтов, уехали в Америку. То, что сегодня создается, как вот в прикладной, так и в фундаментальной науке, оценить сложно очень. Это, я считаю, значит, это бесценно. Но у нас не заводы погибли, у нас отрасли погибли. У нас отрасль, была интереснейшая отрасль, они мало говорят. Вот Сурмовский завод, где выпускали корабли на подводных крыльях. И эти корабли мы бы задавили всех и вся, потому что... Красная Сурмова. Да, Сурмовская вот эта. И ракеты там, и больше того, там по заказам же стали выполнять французов и так далее. Этот завод был уничтожен одним из первых команды Гайдара и Чубайса. Почему? А потому что ребята, которые ими командовали, из Американцев и так далее, они составили себе список. А вот эти вот сильные заводы, которые составляют нам конкуренцию. Был такой список? Конечно, был. А как же? Оборонные заводы, вот тип Красного Сурмова, конкуренты на рынках мировых? Да, на мировых рынках. Это вот оборонные заводы, авиация. И самое главное, производство станков с чипом. Это вот станки, которые даже японцы у нас уже покупали. Вот Арженикидзи, завод в Москве, который прихлопнули там и другие заводы. А это же ведь станкостроение очень сильно было отрасли у нас. Это вот высокие технологии. Их тоже похерили все. Когда вы, Олег Константинович, уже в послесталинские годы отвечали в стране за перспективные системы вооружения, вот можно было бы себе представить, чтобы тот системный кризис, я мягко говорю, и Полторанина рассказывает про эти заводы, институты и Аничев. Ведь наши ученые до сих пор, мы плохо понимаем, скрывают на самом деле, почему, скажем, разбиваются наши самолеты. Сейчас, быть может, впервые Илья Михайлович Гречко расскажет, наконец, ту официальную версию. Она долгие годы была секретной, что называется. Почему на самом деле, из-за какой глупости в Париже вот тогда погиб наш сверхзвуковой Ту-144-й? Мы недавно говорили много об этом самолете в нашей программе. Наш российский «Конкорд». Почему он погиб на самом деле? У них бортинженером был Бендеров. У него такая была круглая французская кинокамера, ускоплёночная. И когда они хотели так же круто... Как французы взлететь. Да. У него эта камера выпала из рук. Там штурвал, это же дыра, где должен ходить штурвал. И она закрывается материи такой. Она попала так вот в это углубление. Камера. Да, камера. Что штурвал нельзя было взять на себя. Или наоборот от себя. Заклинило как бы. Заклинило. И пока лёдчик нагибался, пока он оттуда камеру выгребал... И так погиб наш Ту-144-й под Парижем. Тогда на глазах у всей публики. Ну, он больше жал топлива. Но тогда топливо было государственное, ничего не стоило. Вода стоила дороже, чем керосин. И ведь совсем недавно ещё Ту-144 летал опять не для нас. Для американцев, как испытательная лаборатория. Но ведь и сегодня наши учёные, занимаясь хотя бы изучением катастроф с самолётами, порой приходят к фантастическим открытиям. То есть школа жива. Расследование недавней... Ну, как, несколько лет прошло уже трагедии в Иркутске, когда огромный руслан упал фактически на город. Ведь наши учёные, военные учёные... Слава Богу, вот с этим институтом пока всё в порядке, который занимается чёрными ящиками в том числе. Ведь никто не знал, пока вот наши учёные, военные учёные вмешались, почему разбился руслан. Если происходит землетрясение на одной стороне земного шара, то на другой стороне этого земного шара происходит так называемая отражённая волна. Если в рамках этой отражённой волны находится какой-то Тафтанистский разлом, то на границах Тафтанистского разлома наводится ЭДС. И если в ЭДС поместить какое-то электромагнитное устройство, то если, так сказать, достаточно напряжения, это устройство может сработать. И вот, если вы помните аварию самолёта Ан-124 в Иркутске, в этот момент, когда совершал взлёт самолёт Ан-124, на другой стороне земного шара было землетрясение. Аэропорт Иркутский стоит как раз в зоне Тафтанистского разлома, и на этом самолёте было реле, которое не заэкранировано. То есть на самолёте сами знаете, что все эти электрические вещи, они находятся под экраном, чтобы не было других электромагнитных воздействий. То напряжение, которое было на границах Тафтанистского разлома, в границах которого осуществлял взлёт самолёта Ан-124, вот это напряжение было достаточно для того, чтобы могло сработать реле выключения двигателя самолёта. И вот эту версию Государственная комиссия рассматривала. Ну я, пожалуй, значит, ну вот с чего. Вы задали вопрос, предвидели ли мы, что произойдёт такое страшное, что сегодня мы видим. Вот то, что десятилетий интеллектуальный потенциал, да, создавал государство, вдруг раз, один человек на самом деле. Вот так легко в несколько лет. Ну конечно мы даже в самом страшном сне не могли представить себе такое. Какой-то объективный посыл для такого отношения к оборонке. Ведь вот сейчас, говорил Попов, скажет, сколько на самом деле в России было милитаризованной экономики. Что можно сделать в стране, в которой 80% промышленности может делать только автоматы, пулемёты и ракеты? И как в известном анекдоте, что потом не собирай всё равно, пулемёт в итоге будет, так сказать. Это же перестроить военную промышленность, это гигантская задача. Это США при их миллиардах затраченных с трудом выкарабкивались из этой всей. А у нас что можно сделать? Нет, ну пусть все говорят, что 80% была оборонка. На самом деле эти оборонные заводы делали больше половины продукции для народного хозяйства. То есть было двойное назначение? Ну была двойная продукция двойного назначения. Но я вам могу и другое сказать. КАМАЗ, например, поставлял армии 40 тысяч машин в год. Грузовиков. Сегодня, 15-й год, поставляют полторы тысячи, 1700. Я когда в Чечне сидел, вы знаете, мы из трёх машин одну собираем. Пол предом Советского Союза. Мы одну собирали, машину. Куда же мы доведём армию, если так будем жить? Если говорить по большому счёту, что ведь мы по существу накопили, накопили. Вот к 1991 году огромные скопищи оружия. Ну послушайте сами, мы накопили около 60 тысяч танков. 72 тысячи артиллерийских систем. Ну куда столько, опять же, вопрос упирался в одно простое, что мы считали, нам нужно держать круговую оборону. Мы видели во всех направлениях угрозы. У нас не был того золотого петушка, как вы знаете в известной сказке Пушкина, который Додона говорил, вот там опасно. Вот туда надо немедленно бросить силы и средства. Сейчас мы получаем приличные, через Росвооружение мы получаем приличные суммы, миллиардные. Да, только потеряли почти, я бы в цифрах не забывался, но потеряли за год не менее трёх миллиардов долларов на оружие. Это правильно, что мы больше теряем, чем находим. Как это понять? Ну, если сейчас подойти к многим проблемам, которые существуют сегодня, самое главное, по разрушению, может быть, целенаправленному разрушению военно-промышленного комплекса, не знаю, для кого это нужно, то мы теряем, конечно, очень много, гораздо больше, чем мы можем получить в результате вот этого экспорта вооружения. У нас сейчас распыление, у нас административная реформа вообще загнала, сейчас не знаю, кто занимается оборонным комплексом. То есть нет структуры? Не просто структуры, а нет структуры ответственной. Я уже говорил как-то, что правительство в русском языке происходит от слова «править», а не сидеть и смотреть, что, когда развалится и когда восстанавливать надо. Надо восстанавливать, надо восстанавливать, пока не поздно. При среднем возрасте сегодня рабочих 54 года всего. Уже поздно. Понимаете, я так не считаю никогда это поздно. Ну вот была Великая Отечественная война, все разрушили народное хозяйство. Но все-таки за пятилетку одну восстановили все. Ну, во-первых, здесь роль государства, естественно. И я, например, ну 15 лет в эфире вашем, я говорю о промышленной политике, которую должно вести государство. Но есть у нас промышленная политика? Нету. Нету? Нету. Сначала ее вся цепочка от Ельцина до Гайдара отрицала, что рынок сам все расставит на свои места. Не вышло. Ни в одной стране нет такого, чтобы просто рынок остался без промышленной политики государства. Нигде нет. Нигде. У итальянцев 42% государственной собственности. Что от этого они хуже живут? А японцы? Рыночная страна. У японцев МИТИ, Министерство экономики и промышленности, 7 тысяч человек. Попробует хоть одна японская фирма что-нибудь сделать без этого министерства. Ну, замените словами, система приоритетов. Замените словами. Я даже приводил у Ельцина на совещание такой пример. Ну, у нас болеет много очень людей диабетом. А инсулин мы не делаем в стране. Ну, ей-богу, ну, надо делать инсулин, а полет на Марс, может, пока подождет. Вот это система приоритетов. После выступления и Соломонова, после недавних сюжетов про оборонку, в моменте истины, Михаил Ефимович Фродков, всем же Соломоновым, поехал в Воткинск. Ни для кого не секрет сегодня, что именно там, в Воткинске, делают и булавую топлив. Но ведь, вот опять-таки наш архив. Соломонов говорил в 2004 году вещи ужасные. Президент проводит совещание с представителями ракетно-космической отрасли. Руководитель космического агентства обращается с просьбой отдельно, незамедлительно рассмотреть вопрос боевой ракетной техники. То есть это то, о чем мы сейчас говорим, это тополем и булава. Президент дает соответствующее поручение 27 апреля. Полгода. Фродков приехал в Воткинск, а за 10 дней решил то, что не решалось годами другими членами его же кабинета. В недельный срок издается протокол, подписанный председателем правительства по реализации не исчерпывающего количества, а ряда просто первоочередных решений, ряда первоочередных вопросов. В течение 10 дней эти вопросы решаются. То, чего мы решали и то, чего пробивали, в течение трех лет, решилось в течение 10 дней. У нас программа с 2002 по 2006 год разработана была по ОПК. Эта программа не выполняется. Но нельзя же так жить. Это, вы понимаете, в общем страшно, опасно становится. Опасно почему? Статус можем потерять? Опасно, потому что потеряем не только статус, а потеряем доверие. Вот в восьмерке нас держат, правда? В Петербурге решили собраться с восьмеркой, решили председательство не дать Путину, дай бог ему здоровья. Но это самое, но долго ли это протянется? Ну, слава богу, что им понадобилось 10 дней. Но вы не правы, что им понадобилось 10 дней. Этот вопрос был 2004 года. Ну, просто нагоняем. То понадобилось передача в 2004 году, в 2005 году, поднятие скандала, по которому Петербурге вынужден, скандал доходит до главного руководителя страны, вынужден ехать. И слава богу, что он в 10 дней разрешил какие вопросы. Он организационные разрешил. А то, что потерялось по технике, то, что сейчас придется кое-где и где-то искать, придется. Я не могу понять. Придется, потому что техзаводов нет просто. Ну, что же сделать-то? У нас вообще существует хоть какой-то орган, который за это все, за оборонку... Целевой орган, который бы ввел, как вот ВПК, в Советское время... Как всю жизнь было в Советском Союзе? ...промышленный комплекс. Такого органа сегодня нет. Кроме вот комиссии при Михаиле Ефимовиче Фрадкове, которая не имеет никакого статуса. Почему? Вот в Омске, даже говорить не хотел, но в Омске есть завод расположенный на улице военной. Вот улица в Омске военная. Танковый. Завод, который делает очень много комплектующих, о которых вы сегодня говорите. Его поставили на банкротство, поставили обитажное управляющее. И сегодня управляющий распродает цеха. Но где государство тут в этот момент? Вот сегодня создают объединенную авиакомпанию. Вот скоро будет подписан указ. Может, пока мы с вами сидим, уже подписаны. Это все авиационные заводы России, гражданские самолеты. А вот не все. А там почему-то не попал Воронежский завод. Авиационный? Авиационный. Который ИЛА делает? Не попал. Как не попал? Не попал Ульяновский завод. Авиастар. Так это главные заводы. Не попал Казанский завод. Так это главные заводы. А почему они не попали? А как понять? Туда попадают Комсомольский, Иркутский, Новосибирский. И две лизинговые компании туда попадают. Поэтому уже в Воронеже лизинга не придется, если они туда попали. Ульяновского тоже не придется. Каким образом собирать? Если мы собираем все в кулак, то собери все заводы. Как же три главных завода оказались за бортом? Кооперация. Вопрос. Геннадий Ильич, когда все так сложно, я не верю ни в какие заговоры. Но. Когда столько проблем на ровном месте. Когда создается компания, сколько лет? Года два? Когда Путин впервые сказал о необходимости все авиационные заводы в кулак? Нет, он сказал в феврале прошлого года. Год. Хорошо. Достаточный срок год. Дал срок декабря 1995 года. Сегодня февраль, близко к завершению. Ровно год прошел. После подписания указа пройдет еще ровно год создания этой компании. И только тогда она начнет что-то, станет модельный ряд самолетов, то, другое, раскинет по заводам, да, сконцентрирует их. Еще год пройдет. Один. Он неизбежно пройдет, не то, что там люди плохие. Один новый ТУМ, вот два года, один новый ТУМ, 204-й, ТУ-214-й, или ИЛ, новый российский, это минус один ТУМ или один ИЛ, это минус один Боинг. Совершенно верно. Значит, пока мы ждем год, а Боинг завоевывает рынок все больше и больше и больше, а Боинги падают, пять Боингов упало за осень в мире, пять самолетов разбились. Сложно отвечать на такие вопросы. Нет, стоп, кто все-таки лоббирует, не дайте, нет, уже пора, как сказал поэт Губерман, уже пора, ядрено мать, умом Россию понимать. Это все огромные деньги, это сотни миллионов, это миллиарды долларов, это деньги государству. Вот сейчас будем совсем уже серьезно говорить. Райков не скажет. Я попробую назвать имена. Мир. Станцию Мир, последнюю русскую космическую станцию. Можно было не топить? Селезнев говорит, можно? И, по-моему, немцы предлагали у нас ее купить на орбите. Так было. Больше того, было специальное обращение общественности, космонавтов. Мы начали собирать даже деньги на то, чтобы господину Копкину дать этих денег, чтобы было, можно, немножко приподнять орбиту станции Мир. Было понятно, что Мир хочет топить Боинг, как конкурента в космосе, американская фирма Боинг. Это было понятно? Было понятно. Было понятно, что пилотируемые станции Россия не должна иметь собственные. А вот эти все МКСы, как совместные проекты, могут быть. В разных странах, да. Вы знаете... Русским сегментом, как они говорят. Да, русский сегмент. Сегмент. Мир можно было спасти, Геннадий Николаевич? Я считаю, что можно было спасти. Кто мешал? Назовите по фамилиям. Нет, было сказано тогда Коптьевым, что мир представляет из себя страшную угрозу, потому что в любой момент может свалиться с орбиты и в любой момент может упасть на Нью-Йорк, на Москву или на любой другой город. Хотя, конечно, часть его сгорела бы в атмосфере, но другая часть могла бы принести большую беду. Поэтому нужно спланировать, как говорится, посадку его в ту часть океана, где, как говорится, он будет захоронен навсегда. Но ведь и ученые очень многие, и генеральные конструктора очень многие доказывали, что можно поднять орбиту станции Мир, можно путем направления туда дополнительной аппаратуры поддержать еще не один год мир на орбите. Более того, ведь сейчас Кречка подтвердит, космонавты полетели на Мир, починили станцию, буквально за несколько месяцев только ее затопили. Мы потратили, мы, Россия, огромные деньги на то, что послали туда космическую экспедицию. Мы сначала послали корабль, экипаж, 60 суток с задачей отремонтировать Мир, когда за 60 суток, еще там кое-что осталось, еще 15 суток, прилетели, и экипаж был просто на пьедестал поставили, что ребята отремонтировали станцию Мир. Она теперь может летать 3 года как минимум. И тут же утопили. Вот я всегда спрашиваю, если у вас автомобиль, который вы хотите на свалку отвезти, вы будете дорогостоящий ремонт перед этим делать? Нет, но это свой автомобиль. А государственный, пожалуйста. Понимаете, в чем адиотизм? Хотели утопить? Так вы же не ремонтируйте, не посылайте корабль, экипаж. Это же все очень дорого. Вы правы, если можно было не топить, и кто-то купит, то надо было продавать, конечно, зачем топить. Дело в том, что рано или поздно ее пришлось... Рано или поздно, но можно было, а, продать, можно было повременить, потому что можно было не так бездарно, давайте называть вещи своими именами. Юрий Павлович Семенов инфаркт на этом получил, генеральный конструктор, так сказать, космический, сейчас уже в отставке. Ну, да, и с точки зрения и руководителя полетов, дважды герой Советского Союза, космонавт Соловьев. Он считает, что топить было необходимо. Ну, понимаете, в чем дело, насколько я понимаю, затопление мира и дальнейшее продолжение космических программ, ну, никакого ущерба не принесло. Потому что мы управляли миром, у нас даже был достаточно длительный период, когда мы управляли двумя станциями. То есть вот в том объеме информации, которой я занимаюсь, которой я располагаю, никакого, в общем-то, реального ущерба мы не получили. Ну, видите, почему Соловьев так считает? Уважаемый человек, я его уважаю. Уважаемый человек. Он считает, потому что содержание на расходы такие, что они не оправдывают уже эту станцию. От нее нет того необходимого эффекта, который мог бы быть. А расходы на нее идут, она летает, ее надо делать. Бурана нет, недавно мы об этом говорили, мира нет. Не, ну, здесь я с вами согласен, что мы не то, что... Как-то легко, как-то вот... Не то, что мы... Тут дорого, тут упал. Потому что если сегодня искать ответственность за какой-нибудь вопрос, если мы с вами начнем искать конкретную фамилию, имя, отчество, а мы его не найдем, потому что сегодня настолько структура правительства построена, да, кто отвечает? Христенко? Алешин? Левитин? Это получается точно по Райкину. Когда зубы делают, да, один точит, другой коронки примеряет, а за дикцию никто ответственность не несет. Нет ответственного за дикцию. А если его нет, то это получается круговая безответственность. Тогда ни с кого не споришь. Вот в этой ситуации люди, которые имеют какой-то интерес, да, а все дело с каким-то экономическим интересом, конечно, могут проводить свою линию. Допустим, снять какой-то типаж самолетов или машин, да, в пользу другого типажа. Лучше он или хуже. Другой вопрос, да. Если лучше, вроде успешно. А если хуже, какой смысл? Ну, вы понимаете, ведь самое главное, что до сих пор отсутствуют самые главные документы, государственная программа вооружений. Вот мы сегодня живем впервые в истории, наверное, государства российского. Нет бумаги. Нет государственной программы вооружений на 2006 год. Вот как это может быть? Мы еще расскажем. В прошлом году потеряли несколько миллиардов долларов на продажу оружия. Да, это циклично, да, это не показатель, но потеряли. Потеряли. То есть, вот так поставим вопрос. Нагло, цинично, не выполняется. Все то, о чем говорил Путин почти год назад. А я хочу сослаться на один документ 2004 года о разработке проекта государственной программы развития вооружений на 2006-2010 год. Вообще все забыли сегодня. Где вменялась в обязанность Минэнерго, там, Министерство обороны разработали бы проект программы и представили в Минэкономразвитие, то есть Герману Грефу. Оно отвечало, вы можете себе представить, оно отвечало за реализацию вот проекта программы, которую должны были разработать эти министерства. Никакой ответственности Минэкономразвитие не несет и вообще не должно по определению нести за развитие государственной программы вооружений, то есть за обеспечение безопасности России. Ноль на сегодня. Вот результат выполнения распоряжения правительства. Программы нет ни на 2006-й, ни на 2010-й год нет, и нет конкретно на 2006-й год. Вот все-таки подводим итог нашего сегодняшнего такого непростого разговора. Да, еще раз скажу, понятно, что пока Путин кулаком не стукнет или Фродков на завод не поедет, очень трудно решить, просто трудно, или даже невозможно решить какие-то государственные вопросы. Мы же о ракетах говорим. Но все-таки, все-таки есть результат. Конечно, когда журналисты занимаются ракетами, да, это в крайней мере странно. Да, но если эта программа все-таки будет доведена до конца, реализуемая, это будет большая заслуга именно вашей передачи, Андрей Викторович. Да, сочнемся с славой, как говорится. Но я понимаю, что Соломонову просто негде выступить, как ни на канале этого центра. Вот такая еще ситуация есть. Все-таки, вот, ваше ощущение, пройдет время, наладим мы все, восстановим, как Вольский говорит, пора восстанавливать. Приводя в пример те пять военных. Или это будет продолжаться. Я вам так скажу. Вот сейчас все зависит, как это, увы, всегда на Руси, от президента Владимира Владимировича Путина. Он сделал бы, вроде бы, хороший шаг. Сергей Борисович Иванова ввел в правительство, он заместитель главы правительства и отвечает за оборонно-промышленный комплекс. Вот ему и отвечает. Да. Но ему нужно создать структуру, которая бы аккумулировала себя все. Сколько мы это писали, сколько говорили. И в Думе Борис Грызлов проводил специальное совещание. Было предложено и предложено президенту, чтобы он создал структуру, типа Министерства оборонной промышленности, в нем соответствующие департаменты, которые, включая в себя все функциональные блоки, которые способны отвечать за развитие государственной программы вооружений. И я бы сказал, что вот в этой ситуации, когда нужно вытаскивать сейчас нашу оборонку, нужно, чтобы эта структура, увы, подчинялась бы напрямую совместно с четырьмя главными силовыми структурами президенту как верховному главной команде. Все, больше некому. Да, и больше некому. И вот тогда все замкнется. Все замкнется. И надо наделить эту структуру, во-первых, полномочиями, обеспечить необходимыми финансовыми ресурсами, материальными ресурсами, сформировать, наконец-то, государственную программу вооружений, и у нас появится орган, который будет отвечать. Сегодня, я вот глядя в телевизор, говорю, никто в России сегодня не отвечает за развитие оборонной безопасности государства. А это безобразие. А это безобразие.